Привет вам, дорогие зрители! А также здравствуйте все, кто любит жаркие соревновательные игровые режимы в играх! С вами 276 выпуск игрового дайджеста Game News Weekend от X-Games Game TV. Инфоповодов эта семидневка принесла достаточно много. От важных деталей о новинках, да интересной информации для размышления. И конечно без скандала тоже не обошлось. А перед просмотром мы бы хотели анонсировать вам наши итоги года, где мы поведаем о лучших и худших играх 2018 года. И вот такими новостями из мира видеоигр удивляли в этот раз. Cyberpunk 2077. Возможная дата релиза ожидаемой RPG. Metro Exodus. Новые подробности о персонажах и мире игры. The Outer Worlds. Возможности боевой системы и новые детали. Endem. Онлайн, сюжет и другие подробности игры. Аналитическая фирма StockWatch предположила, что грядущий ролевой шутер Cyberpunk 2077 выйдет в последнем квартале 2019 года. В отчете компании заявлено, что дебют следующей игры авторов серии The Witcher состоится в четвертом квартале 2019 года, а ее продажи составят 19 миллионов копий в тот же период. Во время конференции совет директоров CD Projekt Red подтвердил, что качество остается наивысшим приоритетом студии. А Cyberpunk 2077 будет не менее сложно устроена, чем Red Dead Redemption 2. Аналитики привели в пример Red Dead Redemption 2 как одну из тех игр, которая поставила рекорды в индустрии и является крайне успешной. Продажи превысили 15 миллионов копий в течение первых 8 дней и 17 миллионов копий 12 дней. Также они обращают внимание, что в случае с Red Dead речь идет о консольном эксклюзиве, а значит прогноз в отношении Cyberpunk 2077, который выйдет на PlayStation 4, Xbox One и ПК, можно считать очень сдержанным. Компания также считает, что научная фантастика и киберпанк являются более популярными антуражами среди геймеров, чем Дикий Запад. Создатели Metro Exodus продолжают рассказывать о грядущем шутере. На этот раз нам представили информацию об оружии, некоторых монстрах и членах отряда поезда Аврора под прозвищами Идиот и Дамир. Идиот на самом деле один из самых умных членов отряда. Он главный философ на борту Авроры. Он считает, что перед тем, как использовать силу, нужно сперва все тщательно взвесить. Дамир всегда чувствовал себя чужаком среди рейнджеров, несмотря на это он всецело предан мельнику и вашему отряду. Он заботится о своих товарищах и, как врач, уделяет внимание тем, кто в нем нуждается. Путешествуя вместе с остальными членами экипажа, он надеется во время путешествия найти своих близких. После ядерной войны довоенные снайперские винтовки, да еще и в рабочем состоянии – огромная редкость. К счастью, точности самодельному вентилю вполне хватает, да и мощи старого винтовочного патрона вполне достаточно, чтобы справиться с большинством импровизированных бронежилетов. Ну что, готовы услышать о ужасе, который вас ожидает? Говорят, повстречав лесу медведя, нужно сохранять спокойствие и ни в коем случае не пытаться бежать. На этого медведя данное правило не распространяется. Хозяин леса представляет собой смертельную угрозу любому, кто попадется ему на пути, будь то человек или зверь. Толстые кости и стальные мускулы этого зверя малоуязвимы для огнестрельного оружия, кроме самых тяжелых его образцов. Однако густой мех медведя неплохо горит. Кикиморы – пугливые существа, большую часть времени бродят по поверхности в поисках падали. Они стараются не вступать в бой и часто убегают при первых же признаках опасности. Кикиморы могут напасть только целой стаей, если их спровоцировать. Если вы собираетесь на них поохотиться, вам понадобится хорошая реакция. Metro Exodus выйдет 15 февраля. Разработчики из Obsidian Entertainment продолжают делиться подробностями своего амбициозного RPG-шутера The Outer Worlds. На этот раз они рассказали кое-что о боевой системе. По их словам, до мелочей будут проработаны и сражения на ближней дистанции, и механика стрельбы. Разработчики подошли к созданию шутерной составляющей со всей ответственностью. Они хотят, чтобы стрельба в игре была не просто увлекательной, но и связанной с системой умений. Если вы не слишком хороши в этом деле, то сможете просто развить кое-какие способности и сразу станете лучше стрелять. Бои на ближней дистанции тоже будут очень хорошими. Чувство веса, взмахи, инерция, удары, отбрасывание назад – все это в порядке. Впрочем, урон, который наносит ваше оружие, зависит от вашего навыка холодного оружия. С улучшением этого умения в том числе увеличивается минимальный радиус поражения. Вы будете чувствовать, что у вас получается все лучше и лучше. Авторы хотят позволить геймерам играть The Outer Worlds как в RPG, принимать решения и в то же время наслаждаться сражениями. Также игроков ждет множество головоломок, в том числе связанных со взломом. Однако пользователи, вкладывающие очки опыта в другие навыки, смогут их игнорировать. Достичь цели можно будет другими способами, например, использовать стелс. Также разработчики признались, что хотели бы добавить поддержку модификации, но из-за Unreal Engine 4 с этим могут возникнуть сложности. На старте у игры точно не будет официальных инструментов для создания модов. Игрокам не позволят заводить романтические отношения с компаньонами. Причина проста – романтические квесты слишком сложны. Впрочем, в остальном отношения со спутниками будут устроены очень непросто. Принимая какой-то квест, придется учитывать их мнение, а если разногласия окажутся слишком серьезными, компаньоны могут попросту уйти. Продюсер студии BioWare Томас Синглтон поделился мнением, что в грядущей онлайновой ролевой экшен Эндем все же будет лучше играть с отрядом, а не в одиночку. Концептуально Эндем разделена на две части – основной мир игры – там, где проходят миссии и пользователи встречаются в онлайне, и Форт Тарсис – зона, где разворачивается сюжет. Теоретически, проект можно пройти в одиночку и не контактировать с другими пользователями. Однако, как читает продюсер BioWare, лучше всего Эндем себя показывает при взаимодействии с отрядом. BioWare рады тому, что приносят кооперативный геймплей в игру с отличным сюжетом, и это редко случается. Авторы делают упор на динамику команды. «Продукт сияет, когда играешь в отряде», – сказал продюсер игры. «Вы работаете вместе, как единое целое, чтобы пройти различные миссии. Если вы хотите играть соло, это ваш выбор, но, вероятно, он не будет столь же полноценным, у вас не будет динамики команды. Игра масштабируется в зависимости от того, играете вы сами или с тремя другими людьми», – добавил Томас. По его словам, команда BioWare осмотрела рынок и увидела, что сделано хорошо, а что нет. Так, Destiny и другие продукты, по мнению студии, не слишком углубились в сюжет и индивидуализацию, тут-то эндом и превзойдет конкурентов. Игру мы увидим 22 февраля на заявленных платформах. Коротко о главном. Появился свежий геймплей предстоящего экшена Devil May Cry 5. В нем основное внимание уделено третьему доступному персонажу – V, новому герою вселенной. Он маг, атаки которого основаны на призыве различных существ. Кто он и откуда пришел – неизвестно. Прежде чем Хаос обрушился на город, он разыскал Данте через информационного брокера и нанял, чтобы подчинить определенного демона. Герой призывает трех разных демонов. Используя комбинацию их сил, игроки смогут одолевать врагов различными впечатляющими способами. Тень – один из этих демонов. Это быстрое и невероятно ловкое четвероногое существо, похожее на пантеру, которое может менять свою форму на острые лезвия и иглы для совершения ближних атак. Грифон помогает перемещаться по городу и обрушивать на врагов молнии. Кошмар – самый могущественный демон. Колоссальное создание способно уничтожить врагов одной своей основной атакой, а также стрелять лучами света в приближающихся противников. Devil May Cry 5 поступит в продажу 8 марта. На днях сотрудники студии 343 Industries сказали несколько слов о движке Sleep Stream, который используется в проекте Hello Infinite. По словам авторов, движок изначально создается с учетом особенностей ПК и продвинутых настроек для разнообразных конфигураций оных, так как аудитория привыкла к другим вещам, отличным от тех, что предлагают консоли с их более широкими настройками. Также разработчики обмолвились о том, что в ближайшем будущем не стоит ждать много новой информации о Hello Infinite. Настройка героя для сетевой части будет сравнима с Hello Reach. В Hello Infinite будет и сплитскрин на четверых, а вот точной даты выхода у игры пока нет. История с повышением показателя времени на убийство в Battlefield 5 завершена. Компания DICE вернула старый параметр. Пользователи назвали решение авторов рождественским чудом. В сообщении отмечено, что аудитория Battlefield 5 слабо пополняется, хотя на игру уже были скидки на всех платформах. Также авторы заявили, что ищут способы повышения интереса к шутеру. Мы по-прежнему находимся в поисках возможностей улучшить опыт игры для новичков и профессионалов. Предстоит много работы, и мы благодарны сообществу. Напоминаем, что конфликт между игроками Battlefield 5 и DICE начался с решения ослабить оружие для повышения ТТК. Сообщество моментально разгневалось, ведь это сильно изменило баланс и динамику сетевых матчей. Компания Hinterland Games объявила о выходе дополнения Winter Mute Redux для The Long Dark, которое внесло значительные изменения в игровой процесс. Появился повод пройти первые два эпизода сюжета заново, так как DLC многое изменило. Преобразилась подача истории, введена диалоговая система, внесены правки в структуру основных заданий. Winter Mute внесло тысячи правок, обновление также затрагивает режим песочницы. В нем возросло количество полезных предметов для крафта, появились новые усиления и испытания для главного героя. Также разработчики исправили уйму ошибок и сделали интерфейс интуитивно понятным. Дополнение уже доступно на всех платформах. Выход третьего эпизода намечен на следующий год. Square Enix поделилась новым трейлером Shadow of the Tomb Raider, который на этот раз демонстрирует игровой процесс свежевышедшего DLC под названием «Столб». В дополнение игроки отправятся за древним сокровищем по пути Хуракана, бога ветра Умайя. Считается, что именно от его имени произошло слово «Ураган». В новой гробнице придется не только решать несложные головоломки, связанные с ветрами, но также противостоять различным врагам, сектантам с мечами и луками и последователям тайной организации, вооруженным современным оружием. Карта «Викенди» для PUBG появилась в релизной версии в составе большого обновления. Размер локации составляет 6 на 6 километров. Разработчики рассчитывают, что такая площадь позволит столкнуть игроков в активных боях. На снежной карте «Викенди» игровой процесс королевской битвы несколько меняется. Здесь есть уникальный транспорт в виде снегоходов. Появилась винтовка G36C, которая доступна только в зимней локации. Еще одним отличием являются следы на снегу, по которым можно находить противников. Вместе с новой картой разработчики представили платный абонемент. Он включает 60 предметов для кастомизации персонажа. Релиз карты для консолей состоится в январе. Издательство Ubisoft продолжает поддерживать экшен For Honor. Так авторы представили план развития игры. 2019 год будет поделен на 4 сезона по 3 месяца. Наступление каждого из них ознаменует выход нового персонажа и уникальное событие. Изначально пополнится список бойцов фракции «Рыцарей», затем «Викингов», «Самураев» и «Улинь». Также третий сезон отметится празднованием Хэллоуина. После старта первого сезона в продаже появится сезонный абонемент третьего года. Его покупка предоставит доступ к новым персонажам на две недели раньше. Обладатели набора получат элитные доспехи для введенных героев, уникальные визуальные эффекты, 5 ящиков с экипировкой и статус чемпион на месяц. До релиза Mortal Kombat 11 остается еще 4 месяца, но разработчики из студии NetherRealm Studios уже опубликовали системные требования. Любопытно, что в минимальной конфигурации значатся точно такие же модели процессоров, как и в описании Mortal Kombat 10. А вот требования к видеокарте изменились. Если для десятой части хватало Nvidia GTX 460, то новинка потребует карта не хуже GTX 670. Минимальная и рекомендуемая конфигурация у вас на экране. Зимняя распродажа Steam уже началась, а с ней стартовало голосование The Steam Awards, которое продлится до 3 января, одновременно с зимней распродажей, а победители станут известны в начале февраля. Все, кто поучаствует во втором этапе, станут обладателями особого набора коллекционных карточек. Премия Steam отличается необычными категориями, типа лучшая альтернативная история или любимое дитя. Впрочем, без традиционных номинаций не обошлось, помимо прочего, пользователи выберут лучшую игру года и лучший VR-проект. Также от других премий The Steam Awards отличает то, что она не ограничивается играми, вышедшими в течение данного года. Respawn Entertainment – команда, известная серией шутеров Titanfall. Также одной из игр станет боевик Star Wars Jetty Fallen Order. Другой проект в отчете компании значится как пасхальное яйцо, его подробности раскроют до конца марта. Но Respawn не скрывает, что работает над новой частью Titanfall. На официальном сайте студии прямым текстом написано «Мы принимаем сотрудников для работы над Star Wars, Titanfall и VR-игрой». На данный момент компания в поиске аниматоров, художников, дизайнеров, инженеров, аналитиков и менеджеров для Titanfall. Видимо, компания Epic Games придется нанять хороших юристов, потому что место в очереди из желающих защитить авторство своего танца занимает еще один герой. Мальчик с рюкзаком, о котором мир узнал еще в 2016 году, когда видео с его танцем попало в Инстаграм Рианы. Fortnite эмоция называется Floss, к слову, в суд подает его мать. Также стало известно, что к компании имеют претензии рэпер Тум Милли и Альфонсо Рибейро, что обвиняет компанию в том, что эмоции с Fortnite под названием Фрэш является копией его танца из телесериала «Принцесс Беверли Хиллз». Если хоть один иск увенчается успехом, то Epic Games грозят судебные разбирательства с огромным количеством знаменитых личностей, которые захотят приобщиться к успеху Fortnite. И на этом 276 выпуск игрового дайджеста Game News Weekend подходит к завершению. И вот вам занимательная новость. Уже совсем скоро авторы культовой серии Dark Souls выпустят самурайский боевик Sekiro Shadows Die Twice, который на данный момент возглавляет список самых желаемых продуктов Steam. Изданием игры занимается компания Activision. Также пользователи сервиса Steam ждут обновлённую версию хоррора Resident Evil 2, шутер в постапокалиптическом сеттинге Metro Exodus, боевик Devil May Cry 5 и масштабную стратегию Total War Three Kingdoms. И на этой крайне статистической ноте у нас всё. Присоединяйтесь к обсуждению новостей из выпуска в комментариях. Также не забывайте подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на X-Games Game TV, смотрите и играйте вместе с нами!